Привет, эээ, нет, не привет, наверное. Йо, мы сегодня уезжаем на три дня из Тбилиси, поедем, скорее всего, в Алазанскую долину, в Сигнахи и, как же этот город называется, Талави, вот. Ну, в общем, в ту сторону едем, потому что в стороне Батуми мы уже были, и это всего три дня, и на следующие даты у нас забронированы три квартиры в Тбилиси, поэтому мы будем тусоваться все основное время здесь. Сегодня ночью я выложил влог и уже посмотрел на его 50 человек, это просто рекорд. Сейчас полдвенадцатого дня, и мы ждем нашу подругу Полину, которая раньше жила в Екатеринбурге, и мы давно с ней знакомы. Она теперь живет в Тбилиси, и Полина расширила свою машину, и вот три дня мы будем ездить на чудесном Renault Duster. У меня уже был опыт управления Duster, когда мы ездили в Батуми, в принципе, неплохая машина, на самом деле. Вполне подойдет для вот этих чудесных тбилисских уклонов и брусчатки. Как настроение? О, ты будешь всегда молчаливым человеком, что ли, во всех сериях? Это не вставляй, пожалуйста. Привет. Так, что, мне что-то надо знать. Да, не жести на дороге. Они все равно не уступят. У меня есть 100 баллов еще. Мы выехали из Тбилиси, и первая точка у нас в Сигнахи. Где-то 110 километров, навигатор сказал, что это около двух часов. Поэтому мы сегодня забаркуемся в Сигнахи, посмотрим, что там есть, и там же придумаем план на дальнейшие несколько дней. В Грузии, конечно, дикое движение немного, несмотря на то, что у них вроде как, типа, взяточничество ушло, но люди ездят вообще как бешеные. В Тбилиси еще более-менее, в Батуми просто нам таксист сказал три заповеди грузинской езды. Первое, он сказал, типа, пристегиваться. Я на самом деле не понял, зачем, потому что они все ездят непристегнутые. Второе, второе, и когда загорается зеленый свет, досчитай до 15 и едь, потому что в любом случае кто-нибудь проедет светофор на красный свет. Третье, это в Тбилиси уже не действует, но во всех остальных городах, во всей остальной Грузии, типа, не пропускай людей на пешеходных переходах, потому что сзади тебя стопудово кто-нибудь врежется. И когда мы были в Батуми, в нас реально чуть не влетел чувак, когда я начал пропускать пешеходов. Когда ты въезжаешь в страну, тебе начисляют на твои права 100 баллов. Эти баллы обновляются каждый год, и за каждое нарушение у тебя помимо штрафов вычитают также баллы. Когда заканчиваются баллы, видимо, ну, ограничивают возможность управления автомобилем на какое-то время до Нового года, видимо. У нас пока есть 100 баллов, и я думаю, что все ок. Нашли на букинге жилье, и просто в силу того, что на карте нет многих домов, очень сложно найти, типа, и привязать к какому-то определенному месту жилье. Мы ходили по району, искали, ничего не нашли. В итоге я просто на букинге нашел то, что нам подходит. Мы зашли в музей Перасмани, в который завтра утром пойдем, и спросили, где находится этот гестхаус. Оказалось, что женщина, которая работает в музее, соседка вот этих ребят, и гестхаус вообще с отличным видом. Йо, мы все еще в Сигнахе, но мы уже находимся на пути дальше, и мы едем в Кварелле. В Кварелле это вот та часть Лозаннской долины, где еще есть солнце, потому что сегодня, по идее, должен был дождь, и на самом деле, ну вот там уже он, видимо, идет. В Сигнахе очень классно, несмотря на то, что часть людей говорила, типа, не ехать сюда, и типа, тут нечего делать. Сегодня утром мы посмотрели музей Перасмани, там всего два зала. В кафе при музее состоялась случайная дегустация, потому что там был чувак, который принес нам кофе, и Карина заикнулась про то, что мы вчера вечером пили вино в гестхаусе, в котором жили. И он решил похвастаться своим вином и принес нам сразу три бокала. В общем, мы немного выпили, но он сказал, что достаточно безопасно ездить за рулем после полубокала или даже одного. На самом деле, у меня еще есть 100 баллов на правах, поэтому можно рисковать. Часть города огорожена большой стеной. Чувак в музее сказал, что это, типа, достаточно длинная стена, вторая, типа, по длине, после китайской. Ее продолжительность, что-то, порядка 4 или 5 километров. И вот на части стены, 400 метровой, можно пройти пешком. Вообще, Сигнахи – это город, в котором проходит, наверное, самое большое количество свадеб в Грузии. Тут можно пожениться 24 часа в сутки. Вот, но так как сейчас не сезон, и это будний день, то тут достаточно спокойно, и это прикольно, потому что улицы пустые, и улицы очень красивые. Тут все дома очень интересно выглядят. Они такие, типа, немного средневековые, каменная кладка, и очень атмосферно. Мы вчера вечером прогулялись просто невероятно. Итак, у нас третий день нашей поездки. Мы вчера заночевали в Кварелле, и вот сегодня утром посмотрели несколько музеев в центре Кварелле. Один из них – музей денег. Очень интересно, кстати, там бесплатная экскурсия. И у Карины дедушка Нумизмат мы купили ему в подарок подарочный набор современных монет Грузии. Сейчас мы находимся на винодельне Хареба. На территории этой винодельни находится самый большой погреб, насколько я понял, в Грузии этот тоннель в скале прямо под нами. Его длина порядка 8 километров, там несколько тоннелей и несколько соединительных ходов между ними. Для туристов открыта только небольшая часть тоннеля, порядка 200 метров. Очень классная территория вокруг этой винодельни, и на вершине горы практически находится ресторан. От погреба идти минут 5 вверх по лестнице. Оттуда отличный вид на виноградники, где-то там сзади. И там достаточно хорошая кухня, и цены вполне нормальные. У нас по плану еще сегодня два озера в окрестностях Кварелли. И мы едем в Талави по пути, заедем в несколько монастырей. И сегодня мы ночуем в Талави, смотрим достопримечательности, которые есть в этом городе. Завтра в 12 часов дня нам нужно быть уже в Тбилиси, потому что нужно дать машину Полине. Озеро Кварелли находится в 5 километрах от Кварелли. Если будете в Кварелли, рекомендую посетить это место. Очень крутая дорога сюда, и сейчас осенью она просто выглядит невероятно. Невысокие деревья, и тут настоящая осень. Куча листьев лежит по обе стороны от дороги, и вот эти вот горы разноцветные, где-то деревья уже желтые, где-то они еще зеленые, хвойные. Выглядит очень классно. Озеро Илья, или Илья, не знаю как правильно, выглядит вот так. Вот это, собственно, Кварелли. У нас для тебя кое-что есть. Держи. Тебе тоже, что ли, надо? Видимо, твою порцию тоже придется отдать. Так, это у нас, получается, замок Грэмми. На скале, и мы туда идем. В самом замке нет ничего интересного внутри, хотя царский туалет заслуживает отдельного внимания. Но отсюда очень классный вид открывается. Вот дорога, Алазанская долина, и если бы не облака, было бы видно заснеженные горы вот там. Нам осталось порядка 20 километров до Талави. Это вот где-то в той стороне. И сегодня мы там ночуем. Я надеюсь, что мы приедем еще засветло и успеем посмотреть то, что находится в городе. Меня на самом деле удивило то, что в таком большом здании находятся всего три комнаты. Одна вот здесь, вторая на втором этаже, и третья на третьем. Там они по площади достаточно маленькие. И метров, наверное, по 13. И вот есть еще башенка, и все. Подобрались до Талави, заселились в гостевой дом или гостинице, я не знаю, что это называется. Мимино находится в самом центре. Это улица Иракия 2. Тут на этаже два, две комнаты. Вот наша одна из них. Парковка разрешена прямо здесь на улице, поэтому все очень удобно. У нас еще минут 20-30 до того, как стемнеет, и мы пойдем гулять. Недалеко находятся основные достопримечательности города. На первом этаже Котериня. Мы сейчас возьмем кофе с собой и помчим. Что-то в Грузии, видимо, как в Сочи. Хоть написано, что открыто, но на самом деле нет. Вчера Талави показался очень заурядным городом и даже напомнил мне немного Краснодар. На самом деле тут, как я понял, кроме вот этой крепости в центре особых достопримечательностей нет. Но сегодня закончился дождь и не прояснилось небо. На самом деле город находится на холме и открывается нереальный вид на вот этот Кавказский хребет, который находится позади. У нас достаточно спонтанное путешествие на самом деле получилось. Мы сейчас уже в Тбилиси. Ждем Полину, хотим отдать ей машину. В Тбилиси очень классная погода. Несмотря на то, что вчера везде был дождь, и обещали дождь на несколько дней. Вот сегодня утром он закончился и дал нам возможность увидеть вот эти заснеженные горы в Талави. По пути обратно мы преодолели перевал. Не знаю, как он называется. Высота максимальная была 1600 метров, и там лежал снег. Очень классный вид был, и часть дороги была просто покрыта листьями осенними. У нас будет еще несколько недель в Тбилиси, и я думаю, что получится еще несколько видео сделать. Вон, кстати, идет Полина. Короче, спасибо. Автомобиль белоснежный, вымытый, почти полный бак бензина. С ней такого давно не случалось. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.